Этот урок посвящен изменению готового помещения и созданию в нем перегородок. Для работы с новыми функциями по изменению помещения обновите вашу версию программы. Обновление можно скачать на нашем сайте в разделе «Обучение» — «Скачать». У меня на рабочем столе лежит готовый проект. Сейчас я открою его в Keramik 3D. Я удалю всю плитку из проекта, чтобы она не отвлекала вас во время урока. Новая функция «Очистить все стены» находится в меню «Правка». Она позволит легко удалить плитку со всех поверхностей. Также она позволяет удалить ошибочно заведенную плитку или ошибочный шаблон. При этом плитка остается в буфере плитки. Я хочу установить в помещении перегородку. Кухонный остров я удалю, чтобы он не мешал разместить короб перегородки. Теперь нужно выделить плоскость пола. Если родительской плоскостью для перегородки будет пол, на нее можно будет так же, как на стены, размещать объекты, без необходимости их переворачивать. Чтобы переключить камеру на вид сверху, можно нажать на центральную иконку в навигаторе видов или нажать клавишу F8 на клавиатуре. Выделите плоскость пола. В меню «Объекты» выберите «Короб» — «Прямоугольный». Для удобства обозначим в названии, что это перегородка. Ширина — это будущая толщина перегородки относительно текущей привязки к полу и предполагаемого расположения. Высота — это длина перегородки по полу. Глубина — это высота перегородки до потолка. Перегородка появилась. Теперь нужно отредактировать ее положение и параметры. Нажмите M на клавиатуре, чтобы переместить короб. В изометрии хорошо видно, что перегородки не хватает высоты. Я скорректирую и этот параметр тоже. Потом сверю положение перегородки. После немного скорректирую ее толщину. Перегородка готова. Теперь допустим, что мы хотим увеличить ее на длину помещения. Я воспользуюсь линейкой, чтобы измерить длину нужного отрезка. Потом просто выделю перегородку, нажму по иконке «Масштаб» правой кнопкой мыши и изменю исходное 2000 мм на 4020 мм. После чего перемещу перегородку. Теперь в ней нужно разместить дверь или какой-то проем. Я выберу стеклянную перегородку из своих сохраненных моделей и кликну по ней дважды, чтобы она разместилась на плоскости короба. Я сниму выделение, а потом снова выделю перегородку. Так она выделится отдельно от родительской плоскости. После чего с помощью правой кнопки мыши я вызову меню относительного сдвига и установлю перегородку в край стены. После чего зайду в меню «Объекты» и выберу проем по габариту. В этом случае обязательно надо отметить галочку «Сделать сквозной проем». На предложение переместить объект отвечу «Нет». Я размещу его вручную. Нажму F8, выделю перегородку и передвину с помощью клавиш-стрелок на клавиатуре. Объект успешно размещен в сцене. Интерьер сразу приобрел новые черты. Теперь, как изменить размеры готового помещения? В обновленной версии программы, которой мы рекомендуем пользоваться, есть такая функция. Иконка в правом верхнем углу в строке инструментов. После того, как вы ее нажмете, появится интерфейс изменения размеров помещения. Нажмите на стену, она станет синего цвета, и потяните за нее, не отпуская клик. Тяните за стеной, чтобы изменить размеры помещения так, как вам нужно. Но помните, изменить форму помещения при этом нельзя. Также изменить размер помещения можно с помощью функции «Редактировать контур». Кликните по плоскости пола в положении «Вид сверху» правой кнопкой мыши и выберите «Редактировать контур». Для начала выделите старый контур рамкой. Кликните правой кнопкой мыши по любой вершине. Появится меню. Если вы выберете «Расширить», «Сжать контур», то появится окно параметров. В нем нужно будет ввести положительное значение, если расширить, или отрицательное значение с минусом, если сжать. Мой вариант – контур, расширенный на 500 мм. Старый контур при этом остался. Для корректной работы его нужно удалить. Если вы просто удалите все контуры и нарисуете новый, предметы будут удалены вместе с родительскими плоскостями, к которым привязаны. Так что будьте аккуратны и внимательны при изменении контуров вручную.